добрый день вообще такое ощущение что сегодня такой выездной семинар нашей кафедры все палеонтологи все действующие и все из одного места скажем так когда я согласился прочитать лекцию как мы обсудили название она пришла в голову я его накинул мезозойский бестиарий птерозавры динозавры птицы потом прошло некоторое время я немножко даже в чем-то пожалел нет про динозавров мы конечно поговорим и не только про них и про птиц но черт меня дернул зайти в книжный магазин и просто посмотреть а что сейчас доступно огромные полки куча энциклопедии берешь почти процентов 80 они однотипные и очень страшные вот я объясню почему это некое перечисление динозавров вот такой-то динозавр жил тогда-то некая тактика технические характеристики и все возникает вопрос а при чем тут палеонтология наука все-таки занимается каким-то причинно-следственными связями пытается восстановить кто от кого произошел как жил на что было похоже наша планета вот практически все это отсутствует во многих книжках это очень-очень грустно мой коллега наверное один из сейчас серьезнейших палеонтологов в россии сказал умную вещь коллегу зовут александр олегович и верянов мы теперь транслируем всем студентам наука это не развлечение ей надо заниматься и действительно для того чтобы понять палеонтологию придется напрячься сегодня будет трудно ключевое слово это хардкор мне кажется вот и мы передвинули я извиняюсь если кто-то ориентировался на предыдущее расписание решили передвинуть меня первым потому что я как раз этот хардкор и обеспечиваю я расскажу некий бэкграунд чтобы вы понимали собственно говоря кто такие птерозавры кто такие динозавры кто такие птицы то есть я обеспечу некий фундамент нашего последующего разговора будет много страшных слов но тем не менее мы все-таки о некоторых древних созданиях поговорим вот этот энциклопедический вариант когда вот есть некие звери некое существо и что-то о нем мы обязательно этот формат тоже поиспользуем хотя по минимуму ну давайте разбираться потому что для многих людей что птерозавры что динозавры это все динозавры ну а птицы вообще что-то отдельное потихонечку потихонечку и полигонечку птерозавры динозавры птицы это представители огромной группы под названием амниоты это продвинутые сложно устроенные наземные позвоночные мы с вами тоже амниоты мы с вами безумно продвинуты мы можем сравнить себя с рыбой с амфибией и и понять какие признаки позволили нам жить на суше здесь большой список я обращу внимание только на некоторые из них но самое важное откуда такое жуткое название эти самые амниоты амфибии например лягушки мечут икру воду как рыбы понятное дело если вы осваиваете сушу вы не можете метать игру на песок но это плохо закончится значит должен быть какой-то механизм размножения откладки яиц на суше амниоты изобрели приобрели на совершенно гениальную вещь я сейчас попробую а можно до подойти дать показать или это сорвет трансляцию можно я буду показывать черепом так прикольно это зародыш мне вот так вот белым это расизм зародыш амниота в какой-то момент начинается отращивать себе то есть его ткани начинают разрастаться на прямо над ним и формируют своеобразный капюшон который со всех сторон этот развивающийся зародыш закрывает выразуется полость между зародышем и этой оболочкой это полость заполнена жидкостью именно в ней развивается сам зародыш очень изящное решение мы оторвались от водоем и теперь у нас собственный водоем для развития когда рождается человека говорят отошли воды на самом деле прорывается вот эта оболочка и выходит жидкость из этой полости мы тоже с вами амниоты и имеем все эти признаки кроме особого варианта размножения отрывы действительно от воды в этом самом размножении у нас относительно плотный по кругу у нас грудная клетка я очень рекомендую но не по обрезгусти после предыдущего доклада образ жабы теперь страшный на самом деле жабы милейшие создания это не амниоты у них нет этих оболочек но если возьмете жабы лягушку она такая мягкая приятно у нее нет ребер у нее нет грудной клетки она дышит не за счет расширения грудной клетки а за счет опускания дна ротовой полости а все амниоты ну за некоторыми исключениями как мы дышим за счет расширения грудной клетки это тоже дала колоссальное преимущество кроме этого произошло усложнение кровеносный выделительный систем и усложнение мускулатуры в первую очередь мускулатуры челюстей давайте двигаться дальше мы поняли что тирозавры птицы и динозавры это амниоты всех амниот делят на три большие группы как-то классически сложилось что это деление строится на количестве отверстий в черепе как роз которые как раз и нужны для прохождения челюстной мускулатуры варианты первый нет отверстий есть глазница ноздря и все такой вариант называется анапсидный и такой вариант черепа характерен для линии которая прекрасно себя чувствовала в пермское время до динозавров а потом исчезла вымерла вторая группа называется диапсиды диета 2 значит у диапсид 2 отверстия этой самой для сайта этой самой височной мускулатура мы легко эти отверстия можем найти на черепе динозавров это глазница надо сказать что вот эту вещь лучше запомнить мне как-то попалась попался маленький учебник про палеонтологию в котором некий профессор и я не буду называть обсуждая как раз птерозавров летающих ящеров привел изображение черепа и мы даже дальше написал у птерозавра очень большая глазница он перепутал все отверстия давайте потратим некое время чтобы эти отверстия не путать первые отверстия которые нас интересуют кроме глазниц это как раз височные отверстия у диапсид их 2 у динозавров 2 может потом подойти только руками трогать а то башка отвалится у него в смысле вот соответственно найти эти два отверстия а что у нас третья линия амниот который мы принадлежим называется синапсиды у нас всего одно височное отверстие расположено достаточно низко и на этой модели на модели вашей головы и моей мы можем понять как вообще все это работает вот дети можете вот сделать как будто вы сомневаетесь в моих умственных способностях нажмите а теперь открывайте закрывайте рот чтобы чувствуете здесь мышцы напрягаются вы здесь чувствуете потому что челюстные мышцы проходят через одно височное отверстие и крепится вот здесь у нас синапсидный тип черепа с одним отверстием хорошо выяснили три линии а мне а мне от пары рептилии нет отверстий синапсиды это линия которая привела к появлению млекопитающих но нас интересуют диапсиды это те амниоты для которых изначально характерно два височных отверстия диапсиды в свою очередь безумно разнообразны к ним к современной фауне относятся ящерицы змеи крокодилы по современным данным и черепахи к диапсидам относятся и птицы вот это вот современное многообразие это некий осколок того многообразия которое когда-то было вот если бы у нас стояла задача раз обсудить всех 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 диапсид но мы бы вообще бы отсюда не ушли в течение ближайших дней поэтому мы сокращаем нашу задачу и находим определенную группу внутри уже диапсид которая называется завра вот это слово короткая как выстрелу но приятно его можно запомнить и запомнить достаточно легко как раз к заврам относятся ящерицы и змеи их родственники относятся динозавры крокодилы и птицы и их родственникам морские некоторые рептилии и черепахи по современным представлениям но я надеюсь что сегодня как раз про морских рептилий про черепах может быть расскажет вот это вот многообразие это все завра видите змею это завар видите крокодил этот завар черепаху птицу это завар если увидите динозавра ну это что-то не так пошло но это тоже завар свою очередь внутри заваров есть группа которая как раз уже более узкая которая как раз объединяет и динозавров и крокодилов и птиц эта группа называется архозавры вот на этом моменте я всегда люблю задавать вопрос а как переводится архозавры почти все это правильный ответ супер потому что обычно говорят это древние ящеры ну тогда бы были археозавры а так архо рулящие правящие ящери это совершенно верно и к архозаврам как я сказал относят в современных фауне крокодилы и их линия кроме этого кархозаврам относятся летающие ящери птиц разавры и мы уже начинаем понимать что это не динозавры и разные группы динозавров включая птиц эта тема в общем-то нашего в том числе разговора что объединяет всех архозавров множество признаков про некоторые я наверно все-таки хочу рассказать ну во первых зубы зубы мощные хорошо сидящие в челюстях вот у нас у людей и наших родственников млекопитающих зубы имеют корни корни сидят в альвеолах таким образом достигается прочность зубов то же самое характерно было для архозавров у них была коронка зуб и корень который сидел в в альвеолах в углублениях челюстях зубы крепкие сидящие в альвеолах у них потихоньку у многих череп становился более легким и появлялось отверстие дополнительное отверстие перед глазом вот как раз это отверстие профессор перепутал с глазом она называется предглазничное окно и теперь давайте по-новому взглянем на череп одного из самых замечательных летающих ящеров на череп тиранодона и все мы найдем мы найдем глазницу она маленькая предглазничное окно оно большое и два височных отверстия это диапсид кроме этого архозавры очень оказались успешными в плане передвижения локомоции ну наверное даже по-другому можно сказать успех архозавров был обеспечен быстрый передмещением быстрой ходьбой быстрым бегом и так далее это активные создания что обеспечивало их подвижность у них было хорошо развита мускулатура которая двигала конечностями и конечности потихоньку уходили под тело вот посмотрите на скелет тиранозаврика маленького у него как и у нас с вами стройные красивые ноги они находятся под телом вот это вот тоже тенденция внутри как раз архозавров но к этому мы еще вернемся кроме этого отверстия у архозавров формировались и на нижней челюсти кстати они есть и у современных крокодилов и птиц вы можете их обнаружить кроме этого формировалась как раз для того чтобы двигать активно ногами не знаю видно ли вам сейчас я попробую чуть-чуть развернуть здесь вот выступ лучше виден на этой части вот он сюда крепились мышцы которые двигали ноги этот выступ называется 4 вертел или 4 трахантер он есть у многих архозавров так что тоже можете подойти и посмотреть но и внутри архозавров вот сейчас последняя наверное на ближайшие пять минут сложный момент внутри архозавров тоже есть определенные группы даже можно сказать эволюционной линии их две архозавры появились в начале мезозоя и сразу разделились на две группы можно запомнить по-простому одна линия группа это птичья привела к появлению птиц другая крокодили вот между собой мы называем и крокодиля чьи собственно говоря птицы и крокодилы по-другому эти группы называются псевдозухийная линия псевдозухий и ави метаторзалия они отличаются деталями строения конечностей но вот эти детали они обеспечили различные в итоге стратегии например в ави метаторзальной линии это динозавры их родственники бипедализм хождение для двух на двух ногах норма в другой линии тоже были попытки походить на двух ногах но в итоге успешно стали на четыре ноги и крокодилов мы сейчас вполне можем наблюдать не на двух ногах в бархозавров древних можно говорить практически бесконечно например когда мы говорим про крокодили линию мы можем обсудить происхождение современных крокодилов но не стоит забывать что в начале мезозоя в первом периоде мезозои в триасе родственники крокодилы были безумно разнообразны но на границе триасово и юрского периода они вымерли просто посмотрите какой веер различных групп и каждая из этих групп характеризовалась своими особенностями было безумно интересно и так далее и так далее я думаю что может быть когда-нибудь надо устроить палео просвет по поводу древних архозавров это тоже был бы на мой взгляд интересно но в свою очередь внутри авиаметаторзалий кого мы можем найти мы можем найти пти розовров их родственников и динозавров включая птиц все по сути дела мы обозначили о чем мы будем говорить обозначили кто такие динозавры кто такие пти розовры если подытожить то это амниоты это диапсиды это завры это архозавры и это авиаметаторзалии в принципе если хоть кто-то что-то запомнил это уже жизнь удалась смысле не зря я сегодня что-то рассказывал но с другой стороны хочется поговорить о некоторых этих группах поподробнее давайте начнем с птерозавров птерозавры уникальные создания потому что они первые среди позвоночных освоили активный машущий полет насекомые появились за много десятков миллионов лет до появления птерозавров я вот представляю как ходили отдельные там 1 архозавры или другие древние завры смотрели наверх насекомые летают они такие вкусные а у него хватить вот птерозавры были первыми кто поднялся в воздух и начал охотиться охотиться на летающих насекомых но для того чтобы оторваться с земли полететь необходимо иметь целый ряд приспособлений скелет должен быть очень легким кроме этого должны быть мощные мышцы которые поднимают опускают крылья и естественно у птерозавров как и у современных птиц развился например киль на груди не которым крепятся эти мышцы устройство уже летательного аппарата птерозавров она особенно дать посмотрим вот на эту картинку бог с ним с названиями отдельных перепонок на что натянута это самая перепонка крыла птерозавра 1 палец всего один палец это не как у летучих мышей это не как у птиц у птиц вообще не перепонки да а тут перепонка натянутая на палец совершенно уникальная структура которая позволила птерозавром не просто подняться воздуха но и быть основными летающими созданиями позвоночными много-много миллионов лет подряд на многих старых книжках птерозавров изображают как такие лысые ящеры с крыльями на самом деле это не так уже показано что они были покрыты волоса подобными чешуями который называет там пик на фибрами по-разному и эти структуры обеспечивали во-первых теплоизоляцию как и остальные продвинутые архозавры птичьи линии они были теплокровными и повышали аэродинамические свойства действительно в чем-то похоже кстати на драконов только лучше нарисовано это реальный птерозаврик волосатый кстати одна один из самых первых птерозавров на котором отпечатались насадка которую отпечатались вот эти фибры нашли его в казахстане и советские палеонтологи назвали его сардес пилозус что переводится как нечисть волосатый но в общем вполне нормально вполне адекватно был триаз появились птерозавры юрский период и рассвет птерозавров милу птерозавры тоже были но понятное дело что эволюция этой группы шла и мы глядя на на внешний облик птерозавра очень легко можем определить примитивный он древний либо он более продвинутые то есть про более продвинутые они жили уже ближе к моменту вымирания птерозавров 1 птерозавры были маленькие и с длинным хвостом у них не было выраженных гребней каких-то у более продвинутых но появлялись гребне считается что это нужно было в может быть для демонстрации самкам может быть для такого статусности папы 2 птеронодона могли так показать у кого гребень круче тот и территорию отнял у другого могло быть по-разному но в любом случае поздние птерозавры они становились крупными у них исчезал хвост и появлялись демонстрационные структуры и тут давайте поговорим уже про конкретное создание наверное самый известный птерозавра называется он кицалькаатль назвали его в честь как раз мексиканского бога злобного что интересно это самый крупный птерозавр реконструируемый размах крыльев 10 метров можно потом отсчитать и вот представить размеры этого создания он настолько крупный что поражает воображение размер жирафа вы представляете штука которая ходит и он размером жирафа и даже возникли сомнения а могло ли она летать возникла идея что вот эти самые кицалькаатли были такими наземными сталкерами они ходили и хватали все что вокруг сразу часть палеонтологов так почесала голову говорит слушайте они жили в то время когда там тиранозавры их родственниками если они не летали но прибежит тиранозавр и сожрет его вот похоже все-таки крупные вот эти поздние птерозавры и в том числе кицалькаатль они летали но для этого нужно некоторые доказательства у не летающих форм это показано на современных птицах скелет становится более тяжелым кости становятся более толстыми чего мы совершенно не наблюдаем у кицалькаатли его ближайших родственников это срез кости не сама у кицалькаатли близкой формы который жил у нас в узбекистане это род аждархо обратите внимание это линейка 1 5 миллиметра вся стенка кости это один миллиметр создание 6 метров в размахе крыльев примерно и действительно скелет вот этих птерозавров и кицалькаатли был в том очень легкий это нужно для полета конечно же если говорить сколько он весел тут столько теорий столько статей что я даже наверное вот на все тратить время не буду но некоторые считают что вот он весил в районе 70 килограмм некоторые говорят да нет он все-таки наверное не летал или влетал плохо и реконструирует больше 200 но представить себе что 250 килограмм с и в легкостью полетела очень сложно недавно вышла статья очень интересная потому что всем конечно интересно как устроен скелет этих самых крупных птерозавров какими особенностями он обладает и вышла статья которая была посвящена описание внутреннего строения позвонков шею у кицалькаатли и его родственников длинная взяли на томографы посмотрели что внутри оказалось что легкая с одной стороны а с другой стороны безумно прочная конструкция это кусок позвонка как белое возьму на час я помню кусок позвонка внешняя плотная стенка внутри как своеобразная трубка номер два раз труба два труба а между ними сеть балок очень прочных очень легких и все и птерозавры все были так устроены а крупные птерозавры и кицалькаатли в том числе имел именно такой легкий скелет и конечно же летал надо отметить что крупные птерозавры появились в меловое время и концу мелового периода близко к точке вымирания динозавров не птичьих существовали только крупные птерозавры вот это на самом деле большая грусть почему с какого-то момента в меловое время птерозавры вдруг начали крупнеть и стало меньше разнообразие а потом они вымерли вот кто их вытеснил в этот самый стоп это еще не вопрос это такой риторический вопрос мы к нему потом вернемся давайте запомним этот вопрос кто же вытеснил птерозавров в крупноразмерный класс кто их сделал крупными вот и благодаря кому они в итоге в общем-то и вымерли пару слов о динозавров следующая группа да про птерозавр чуть поговорили теперь динозавры динозавра обладают целым рядом интересно собственных черт у них прогрессируют вот эти признаки архозавровые которых я чуть-чуть начал говорить очень яркая яркий признак это открытая вертлужная впадина то место сустав куда крепится бедренная кость я не буду на этой модели открывать ногу но вот здесь вот отверстие у живого динозавра это было затянуто хрящом вы можете взять купить бедра куры поесть их расковырять и увидите найти эту вертлужную впадину и понять что она затянута хрящом и понятное дело что на ископаемых остатков она она выглядит как дырка так что открытая вертлужная впадина направленная в бок это важно далее прекрасно развитый четвертый трахантер которому крепились мышцы между которые соединяли конечности и основания хвоста и вот уже у динозавра в полной мере проявляется вот это вот парасагитальная постановка конечностей под телом быстрые создания эффективные бегуны ну вот представление о том что динозавры стали быстрыми передвигающимися созданиями они появлялись медленно старая реконструкция смотрели на современных рептилий и тут крупный динозавр он изображен такую раскоряку теперь двигаемся дальше и сконцентрируемся на группе динозавров которые называются тераподы или хищные динозавры очень разнообразная группа появилась одновременно примерно с птерозаврами в триасе дожил до современности в виде птиц к этой группе относятся может быть известной многим спинозавры тиранозавра велоцираптор вот вот это вот типичный терапод типичный хищный динозавр в ряду хищных динозавров наблюдается постепенное приобретение черт птичьего строения этот процесс называется авиализация то есть чем более продвинутый хищный динозавр тем больше он похож на птицу и венцом в эволюции это появление птиц надо сказать что вот эти птичьи черты они прослеживаются у хищных динозавров не только в скелете для птиц характерно двойное дыхание что это значит они летают им нужно много кислорода нужна очень эффективная система поглощения кислорода от легких у птиц отходят мешки они называются воздушными при вдохе проходят воздух через легкие заходят воздушные мешки при выдохе снова часть проходит воздуха через легкие и потом уже идет совсем на выдох получается что у них за счет наличия этих воздушных мешков воздух проходит через легкие дважды двойное дыхание эффективный механизм дыхания вот он появился на уровне хищных динозавров которые летать не могли там у тираннозавры явно были эти воздушные мешки это выяснено потому что они воздушные мешки заходили в некоторые кости если вы находите такие отверстия они называются отверстие пневматизации можно понять что и у этого создания тоже были эти самые воздушные мешки сейчас в общем то никто практически не сомневается что птицы эти хищные динозавры этом свидетельств очень много этому но надо сказать что хищные динозавры продвинутые пытались полететь многократно они по крайней мере трижды сейчас реконструируют вот полетели родственники велоциратора например микрораптор у которого нормальные перья были полетели собственно предки птиц но есть такая вот находка это тоже продвинутый хищный динозавр самое короткое родовое видовое название среди динозавров называется и чип все четыре буквы но замечательное создание перья были но летательный аппарат это перепонка причем надо натянутая на пальцы очень похоже на летучих мышей на они на птерозавров но такая конструкция не прижилась в мезозое но в итоге появились птицы птицы появились в группе под назвать хищных динозавров под названием money raptor это продвинутые хищные динозавры у которых максимально сложно было устроено передняя конечность которая собственно говоря и эволюционировала птичье крыло если бы у непосредственных предков птиц были бы такие лапки птицы бы не полетели сейчас уже очень мало практически по пальцам можно пересчитать признаков которые есть у современных птиц который не было у хищных динозавров в мезозое и там и острое зрение и теплокровность и откладка яиц и так далее так далее так далее тогда и включая воздушные мешки так как же мы можем охарактеризовать современную птицу вот что такое птица современного облика даже есть такая группа под названием верохвостной птицы вот чего нету верохвостной птицы что а что было у хищных динозавров давайте дети правильно редукция хвоста место хвоста такое костное образование которое называется пегастиль и к пегастиль укрепится перья которые называются рулевые по сути дела вот такие хвостовые перья это действительно так и сейчас эволюция хвоста которая привела к появлению птиц современного облика она достаточно хорошо известна это эволюция достаточно сложная но мы понимаем что у древних терапот был нормально развитый хвост кроме этого у птиц современных нету пальцев вот таких длинных с когтями на месте где когда-то были когти образуется такое маленькое образование называется крылышко которая выполняет роль рулей высоты как раз здесь хорошо на хищной птицы показаны ну и конечно редуцированы зубы и на клюве есть роговой чехол который называется ромфотека теперь возвращаемся к этому моменту давай давай кто убил птиц разобров молодец было показано что как только птицы начали распространяться по земному шару начала мелового периода птиц разобры стали сразу же становиться крупнее птицы вытесняли их из экологических ниш и птерозавры ушли в крупноразмерный класс их разнообразие упало и они стали более уязвимыми в итоге в конце мелового периода произошло вымирание и птерозавры исчезли так что птицы косвенно виноваты в исчезновении летающих ящеров теперь давайте поговорим про какую-нибудь птицу мезозойскую я долго выбирал потому что есть еще выбрать потом подумал что наверное интересно было бы выбрать такую птицу которую можно найти у нас в россии на волге в меловых отложениях это то время когда жили динозавры их тёрнис замечательное создание которое известно из северной америки и у нас по сути делают если оторвать их тёрнису башку то попробуйте отличить это вот от голубя какого-нибудь вот так вот поверхностно все отделы все особенности мы найдем это действительно нормальная верохвостая птица смотрим на голову и становится что-то не так а что не так зубы действительно это птицы не сразу потеряли зубы и у их теорниса еще зубы были надо сказать что в меловое время это была такая мозаика из птиц которые уже потеряли зубы и птицы которые еще еще не потеряли зубы так что зубастое время и как раз изучение их теорниса очень важно для понимания когда появился клюв характерный для современных птиц вот их теорнис вот клюв птиц мы видим что формирование птичьего клюва происходило постепенно я думаю что многие из вас ну если бы не имею не мешали бы не исчезли я понимаю что мы уже говорим достаточно много многие ждут а когда вот все таки динозавр то будет так вот если вы попросите покажите динозавра я скажу вот он ну птицы динозавра нет нет не устраивает не удовлетворяет покажите настоящего динозавра отлично превосходно соответственно давайте сейчас поговорим про хищного динозавра который является такой иконой палеонтологии мы поговорим про тиранозавра я постараюсь максимально быстро рассказать про некоторые особенности этого создания я воспринимаю тиранозавра как лабораторное животное не могу объяснить почему вы слышали про лабораторное животное что вот есть крысы есть муха дрозофила есть гидры их держит в лаборатории на них ставят опыт и получают разную биологическую информацию по сути дела тиранозавр изучен настолько хорошо что мы познаем мир хищных динозавров через тиранозавра для меня это типичное лабораторное животное просто привлекает внимание его достаточно много остатков много это вот две причины по которой он изучен достаточно хорошо но еще есть одна причина в общем то вот она его показали в фильме поэтому действительно когда вышел парк юрского периода это придет тиранозавр как когда его показали в парке юрского периода каким показали он прекрасное зрение очень быстро и чуть ли не машину догоняет и активный хищник надо сказать что вот такой образ потом подвергался сомнению в 90-е годы появились ряд статей что тиранозавр был очень медленный в начале двухтысячных были статьи которые вот тоже показывали именно это что он быстро передвигаться не мог он не был бегуном соответственно возникал такой образ медленного создания даже под слеповатого и падальщиков были статьи которые анализировали строение мозга а как строение мозга изучают делают слепок в мозговой полости смотрят какие там отделы присутствуют ну тиранозавра и близких к нему форм были очень крупные обонятельные луковицы ну значит хорошо нюхал хорошо нюхал медленно ходил значит падальщик какого мог догнать дальше представление начали немножко меняться нет тиранозавр не стал очень быстро но все-таки из тормозов его убрали совсем медленные умеренные скорости от 5 до 11 метров в секунду не спеша и в принципе его стали воспринимать как такого хищника нормального который мог и поохотиться мог съесть и падаль если вы не дай бог давайте не будете лучше до встретите медведя весной который из берлоги он будет активным хищником вот найдет дохлого лося будет активным падальщиком по сути дела современные хищные млекопитающие они не брезгают падали то же самое характерно было явно и для тиранозавра потом пошел целый ряд исследований целый ряд статей которые в которых попытались математически рассчитать показать все аспекты движения как тиранозавра так и других ископаемых форм там ископаемых динозавров оказалось что если ты очень крупный ты замедляешься если есть какой-то вот предел размеров когда вот линейная скорость растет а потом резкое замедление в результате в таких работах скорость километрах в час 28 там 27 это немного но этого хватало я думаю что вы слышали про такой вот опять же возвращаемся к медведю анекдот что если вы встретили медведя не надо от него вы от него не убежите но важно бегать быстрее чем ваш друг то же самое для тиранозавра было важнее бегать быстрее чем его потенциальная жертва и на всех в общем-то реконструкциях тиранозавр догоняет травоядных растительноядных динозавров в то же время постоянно возникают попытки пересмотреть а может все-таки он медленный принимаю применяются различные методы в компьютерные моделирования и до сих пор есть идея что он да он не был совсем медленным он просто быстро ходил есть такие идеи но всегда хочется увидеть какие-то прямые доказательства найдены дорожки следовые дорожки тиранозавров пересчитали причем эти дорожки были оставлены тиранозавру когда он шел никогда бежал и оказалось что расчетная скорость такого неспешного движения от четырех с половиной до восьми километров в час и люди палеонтологи сделали вывод что этого хватает чтобы догнать растительноядного динозавра гадрозавра тут же выходит статья с комментариями к этой статье в которой написано полученные значения явно на 50 80 процентов выше должны быть все опять тиранозавра начинают разгонять опять он должен ходить быстрее этот спор он пока нет прекращен но мы в принципе можем представить себе что тиранозавр не был совсем уж медленным и по крайней мере ему хватало скорости для того чтобы добраться до своих жертв а то что он был охотником хищником это было показано вот по таким например находкам это позвонки растительноядного динозавра в которых застряли зубы тиранозавра это прямое свидетельство он охотился это была неудачная охота для тиранозавра на очень удачная находка для палеонтологов зрение у тиранозавра было хорошее бинокулярное он мог оценивать расстояние все так далее может быть вы видели вот такие замечательные изображения тиранозавров пушистый красивый а был ли он действительно таким вот и почему его так им стали реконструировать все дело в том что у более примитивных родственников тиранозавра действительно нашли такие вытянутые чешуи родственник тиранозавра были такие мохнатенькие это конечно не шерсть это чешуя но тем не менее с этого момента начали рисовать и тиранозавра тоже мохнатым но потом были обнаружены отпечатки кожи тиранозавра они нормальные такие рептилийные с чешуями что он был лысым и попытались реконструировать как-то вот объяснить а почему он облысел на самом деле у тиранозавра с его мощной мускулатурой возможно была проблема перегревания он двигается мышцы работают температура тела повышается если на него еще шубу надеть но все тепловой удар и смерть поэтому он облысел может для того чтобы терять тепло такая вот интересная идея дальше интереснее до тиранозавр прекрасно изучен по сравнению с большинством других динозавров известно сколько он жил он жил меньше чем 30 лет в принципе нормально как это выяснили порезали кости и посчитали годичные кольца как в деревьях в костях многих завров сохраняются годичные кольца мало того начали анализировать а вот дохли тиранозавры в каком возрасте больше дети все помирали либо дети выживали и прекрасно себя чувствовались до старости оказалось что смертность подростковом возрасте она небольшая у тиранозавра ну а когда он приближался к возрасту 20 с лишним лет все он был много шансов помереть надо сказать что такая вот кривая выживание она больше напоминать кривую выживание человека нежели например крокодилов и некоторых птиц получается что для тиранозавра известно и сколько он жил и как он выживал и когда он достигал кстати и половозрелости тоже по сравнению с другими формами нет все-таки маленькое количество потомство да вот и мы не без ну тогда все равно и она по-другому все равно больше выживает нежели там у рыбы какой-нибудь поэтому или у крокодильщиков которых нам много детей вот последние буквально год-полтора начали выходить статьи про детей детей тиранозавра надо сказать что эти статьи эти исследования дали совершенно новый пласт понимание не только тиранозавра биологии тиранозавра но и биологии других динозавров тоже но во первых простая вещь взяли посмотрели реконструировали силу укуса строения челюстей у маленьких тиранозавров и у взрослых оказалось что у маленьких сил укуса было меньше как бы вроде бы очевидные вещи но тут были показаны на конкретных экспериментов на конкретных моделях если у них по-другому были немножко устроенной челюсти они были более слабыми то значит они не могли питаться также как взрослые тиранозавры у них были другие пищевые объекты вроде бы очевидно запомнили это и перейдем к следующей статье палеонтологи давно заметили одну интересную вещь но не могли ее вот так вот показать объяснить там в том числе с применением математического аппарата берем местонахождение конца мелового периода куча мелких хищных динозавров и воб здоровые тиранозавры или другие крупные тераподы а где среднего размера хищники если мы возьмем современные какие-нибудь африканские сообщества то там будет а пожалуйста и лев и дальше пошли куча кошек поменьше псовых и так далее так далее весь этот спектр он будет заполнен кто заполнял эту дырку дети тиранозавров и подростки вот они у них были другие предпочтения и они всех выедали вот они заполняли вот этот вот как раз пробел вот это было показано недавно на мой взгляд это весьма интересный такой результат и еще одна статья она очень свежая опять про тиранозавра вот поначалу я так открыл посмотрел господи там читаешь в начале в абстрактной статьи сколько жило тиранозавров вообще вот полный подсчет 20 тысяч особей единомоментно 127 тысяч поколений и общее число живших тиранозавров 2 примерно два с половиной миллиарда особей начинаешь удивляться откуда берутся такие цифры понятное дело что это не из головы это исследование показала очень важную вещь как можно взять просуммировать все данные о каком-то ископаемом виде сделать вот такие интересные выводы экологически на уровне популяции попытаюсь быстро объяснить мы с вами только что обсуждали что известно сколько лет живет тиранозавр как он рос мы знаем сколько выживало и в каком возрасте мы знаем когда тиранозавр достигал половой зрелости мы можем подсчитать тогда знаю сколько по времени миллионов лет жил этот вид сколько поколений сколько генерации тиранозавров было также мы можем очертить географическую область где жили тиранозавры и пересчитать сколько их было но при этом конечно важны и современные данные и современные данные показывают следующее что чем крупнее животное позвоночное тем меньше их на площадь ну это вот такой закон ресурсы никто не отменял до крупным особям крупным формам нужно просто больше пищи в результате вот всех этих подсчетов люди и выяснили сколько тиранозавров было так что тиранозавр на мой взгляд это действительно модельный объект через него мы познаем и динозавров через него мы познаем и хищных динозавров и будем ждать новых открытий связанных связанных с тиранозавром и и же с ними пожалуй все динозавров